А это было лучше, чем я ожидал По крайней мере они еще не начали натурально увольнять людей пачками Всегда есть следующее дно, на которое можно упасть Всему свое время, я полагаю Disney сообщил об убытках в практически 5 миллиардов долларов за последний квартал Из-за того, что два из трех его основных аутлета не приносят компании никакого дохода Вот прям от слова совсем Но хэ, по крайней мере у нас есть Disney+, на котором не выходит никакого нового контента Потому что весь Голливуд оказался полностью парализован У нас есть Мулан, еее Да, они наконец-то сдались и решили выпустить Мулан сразу на стриминге Как я и предполагал, что получится Правда, я ожидал, что они еще хотя бы один-два раза попробуют эту дату немножко отсрочить Я напоминаю, что Мулан снималась исключительно для китайского рынка С основным ориентиром на него Но угадайте, где недоступен Disney+, да, правильно Он недоступен на территории Китайской Народной Республики Собственно говоря, в России тоже, но не волнуйтесь В странах, где нету Disney+, вы сможете посмотреть Этот замечательный и очень сильно ожидаемый диснеевский ремейк На большом экране В крайне ограниченном пространстве Где люди сидят в шахматном порядке Ни о каком хайпе речь в принципе не идет И вам приходится дышать в маску И хорошо, если вы не носите очков Потому что если носите, то у вас будут очень большие проблемы с видимостью Ну а если вы все-таки предпочтете остаться дома Будучи избалованными новшествами стриминга Ребят, Disney заботится о вас Всего лишь каких-то жалких, небольших, символических Я бы даже сказал 30 долларов за билет, пожалуйста Это сверху тех 7 долларов за подписку Которые люди уже платят ежемесячно В условиях, когда безработица достигает рекордных масштабов Я не уверен, если честно, насколько Disney уверен в хайповый стимулан Учитывая то, что основной период ее хайпа прошел уже несколько месяцев назад И даже тогда он не был особо сильно колоссальным Хотя, с другой стороны, никто сильно не хайповал Короля Льва И тем не менее, он все равно собрал полтора миллиарда долларов Всегда помните о том, что подписка на канал Культа с живьем бесплатная Так что если вам мой контент нравится То почему бы не нажать эту кнопочку и колокольчик рядом с ней прямо сейчас Вы будете чувствовать себя гораздо более успешным человеком от этого Потому что, по крайней мере, вы ничего не потеряли В отличие от подписчиков Disney+, которые, если купят билет на Мулан То, скорее всего, потеряют свое достоинство, как минимум Вообще, последние несколько месяцев для меня были крайне интересными Я должен признаться Они открыли мне глаза в каком-то смысле На то, как именно такой крупный медийный бизнес работает Я, конечно, знал, что Disney гребет очень большое количество своих доходов с мерча Но я даже не представлял, насколько низкую позицию в этом триумвирате сил Между кинопрокатом, мерчем и тематическими парками, парками развлечений Ну, Диснейлендами, короче говоря Давайте их таким общим словом будем называть Я даже понятия не имел, насколько низкую позицию в этом триумвирате занимает кинопрокат Я думал, что он стоит на первом месте, но нихрена Вот вы наверняка сейчас думаете Пять миллиардов долларов потерь Это, конечно, много для такого плебса, как мы с вами Который таких денег никогда в жизни, в принципе, не увидит Но что это за сумма для Диснея, да? Ну, что она ему сделает? В конце концов, даже после квартального отчета На котором эта информация была предоставлена Их акции не упали На некоторых рынках они даже, наоборот, поднялись на парочку процентов Они достаточно стабильно себя сейчас чувствуют Я не буду сейчас углубляться в конкретные цифры Потому что если вы не инвестор, то они для вас абсолютно ничего не будут значить Но если вы инвестор, то вы, скорее всего, не приходите на мой канал за инвестиционными советами Это было бы довольно странно Думайте об этом вот с такой простой приземленной стороны Цифры оказались достаточно стабильными Не было какого-то дичайшего скачка ни вверх, ни вниз То есть такое ощущение складывается, как будто вот эти пять миллиардов долларов потерь Это на самом деле капля в море Это не фатально И Disney определенно пытался создать иллюзию того, что это не фатально Я мельком прослушал их финансовый отчет И, скажем так, если бы я сейчас сидел с другом И играл в игру на выпивание каждый раз, когда они говорят Disney+, Я бы уже к чертовой матери сдох от алкогольного отравления Потому что буквально весь их отчет состоял из хвальбы тем, как у них много подписчиков на Disney+, Посмотрите, как все любят Disney+, У нас скоро выходит новый контент для Disney+, Там они в состоянии снимать кино, которое должно толкать новый мерч И наши парки развлечений абсолютно нихрена не собирают Потому что они только-только открылись с огромным количеством ограничений И люди все еще боятся в них ходить Но пацаны, Мулан выходит, ееее Стриминг оказался, по сути, единственным аутлетом, который у Disney работал Хотя бы в какой-то заметной степени во время пандемии С парками развлечений все понятно В них большую часть времени, за исключением от последнего месяца, тупо никого не пускали Они чисто физически функционировать не могли С кинотеатрами и кинопрокатом, соответственно, тоже Даже если какие-то премьеры у них были заранее уже сделаны и готовы Я напоминаю, что Мулан была полностью готова перед тем, как кинотеатры закрыли Они, естественно, решили на них посидеть и подождать Может быть, все наладится, нихрена в итоге не наладилось И китайские кинотеатры, на которые основная ставка у Мулан, по крайней мере, делалась до сих пор Остаются практически полностью закрытыми Только недавно они начали открываться с дичайшими ограничениями И ни о каком широком прокате, естественно, речи не идет Но вы наверняка думаете, что на мерче же они по-любому должны были зарабатывать Ведь мерч же можно покупать в интернет-магазинах Ну да, конечно, какие-то копейки с него идут Но я вам напоминаю ключевой принцип продажи мерча, о котором люди, как правило, не думают Мерч обычно покупается на импульсе Особенно, когда речь идет о детских игрушках, о детских товарах Потому что, когда маленькая Машенька стоит в магазине и дергает папочку за рукав И просит его купить Елизу за 30 долларов и замок для Елизы за 230 долларов То папочка с гораздо большей вероятностью это купит на импульсе, да? Потому что, ну, она орет, как бы просит прямо сейчас это сделать Кассир на себя смотрит И что, типа, ну ребенку не купишь, ну ты что, совсем что ли плохой папа? Скорее всего он согласится Скорее всего он это сделает и уже потом очень сильно пожалеет Когда ему скажут, что возвращать обратно нельзя А вот когда он смотрит на ценники в интернете И как следует думает о том, может ли он себе позволить купить эту срань за такие большие деньги Когда он не уверен, сможет ли он завтра на работу пойти Если его работа к чертовой матери не закроется В этом случае он уже с большей вероятностью решит нытье дочки перетерпеть Но я вам об этом рассказывал Короче говоря, продажи мерча особо сильно на ситуацию не влияют Но, с другой стороны, роздесные плюсы действительно впечатляют Этого у них отнять нельзя Он, естественно, закономерный Потому что, когда люди сидят дома, чем им еще остается заниматься Кроме как смотреть сериалы Ну, а Дисней определенно предлагает очень много контента В конце концов, ему принадлежит огромная доля всего долбаного Голливуда Поэтому мы достигли отметки Точнее, Дисней достиг отметки в 60 миллионов подписчиков Что очень много По-моему, это рост более чем на 10 миллионов с предыдущего периода Который уже тогда был рекордом Даже больше вам скажу Если вы интересовались, когда Дисней плюс запустится в России, например То возможно, что это произойдет уже в ближайшее время Не знаю, насколько ближайшее, но гораздо более ближайшее, чем вы рассчитывали Правда, он будет распространяться под другим брендом Под брендом под названием Star Который, по сути, является ответвлением от Hulu Hulu это еще один стриминговый сервис Американский, который параллельно с Нетфликсом развивался Но его большая часть как раз Диснейу принадлежит И они, видимо, решат одним пакетом распространять свой контент Контент с Hulu Контент с еще кучей других студий, которые ему тоже принадлежат Короче говоря, есть вероятность того, что в какой-то момент В ближайший даже может быть год мы наконец-то этот контент тоже получим Если вы в нем заинтересованы Кстати говоря, именно по этой причине Очень большого падения акций после этого финансового отчета не наблюдалось Потому что инвесторам, по сути, наобещали, что рост будет Пацаны, обещаем, рост будет Не надо продавать компанию Не надо об этом даже задумываться Хотя, если бы они об этом задумывались Я даже не знаю, кто может позволить себе купить долбанный Дисней Ну, кроме китайцев, может быть Ну-ка, как вам идея Диснея под Tencent'ом Которому уже сейчас принадлежит половина игровой индустрии А так еще и будет половина киноиндустрии мира принадлежать Может быть у Electronic Arts'а наконец отберут Эксклюзивные права на игры по Звездным Войнам Было бы неплохо Ну и отвлекся Самый большой удар пришелся именно на парке развлечений Которые оказались полностью парализованы Обратите внимание на цифры Менее одного миллиарда доходов За аналогичный период с прошлым годом В который они заработали шесть с половиной миллиардов А здесь девятьсот восемьдесят три миллиона Разница чувствуется Вот эти вот пять миллиардов потерь Это, конечно, не только от парков идет Потому что это без учета дохода Который у них тоже определенно был Хотя, опять же, меньше, чем за прошлый аналогичный период Я опять же говорю вам Не углубляйтесь в это слишком сильно Это не настолько интересно Это чистая бюрократия Просто помните о том Что основная доля потерь пришлась именно на парке развлечений Которые мало того, что не продают билеты Так они еще и не продают все смежные товары От которых, собственно, большая часть дохода и у Диснея и появлялась Да, я напоминаю вам, что парки развлечений В таких вот крупных масштабах Там, Дисней Ворлд, например, тот же самый Это не просто аттракционы Это еще и огромное количество магазинов с мерчем Которые теперь не могут торговать мерчем Потому что люди на импульсе ничего не покупают И более того, они к ним даже не подходят Потому что людей там нет Это отели, которые на территории этих парков находятся Которые тоже стоят нормальных таких денег Но они, естественно, привлекают аудиторию Потому что, ну хэ, это уникальный опыт Который никогда в жизни повториться не сможет Это вся остальная мелкая периферия Такая, как абонементы на многомесячные посещения Как рестораны, которые на территории этих парков находятся И так далее, и тому подобное Все это, может быть, по отдельности звучит не так серьезно Но когда ты это складываешь в одну картину Получается вот то, что вы сейчас видите на экране Получается сейчас разница между одним миллиардом долларов И шестью с половинами миллиардов Это довольно заметная разница, я считаю Но вообще, надо отдать Бобу Чайпику Генсеку Диснея должное Он очень сильно старался скрывать состояние Тотальной паники компании И свое личное тоже Потому что инвесторам буквально приходилось С силой вытаскивать из него самые главные вопросы Какие у нас убытки? Что вы можете нам на будущее предложить? Потому что все, о чем Боб Чайпик мог говорить На этом долбаном, не знаю, заседании Это Дисней Плюс Посмотрите, как классно у нас на Дисней Плюзе И как у нас много новых подписчиков А мы сейчас еще возьмем и Мулан выкатим Потому что мы хотим предоставить нашим любимым подписчикам То, чего они так долго ждали Главную премьеру года И совершенно не потому, что мировые киносети Давят на нас, сука, со всех сторон И требуют от нас уже наконец открыться Потому что им нечего прокатывать Дисней, естественно, будет пытаться подавать этот ход Как что-то для народа Вот народ просит Вот народ ждет от нас контента А мы же все для него сделаем Вот у нас контент есть И мы его, знаете, что мы его возьмем и выкатим А все потому, что вы, люди, наши любимые подписчики Его просили Вы так ждали долбанную лайв-экшен Мулан Ну, хотя сложно спорить Имея ввиду, их лайв-экшен ремейки Собирают просто бешеные деньжищи Может быть, действительно, кто-то ее очень ждал Хотя я, если честно, сомневаюсь Мне кажется, что хайп по ней Если не был особо силен и тогда То сейчас его нет уже Тем более, когда головы людей забиты другими вещами Для нас это является замечательной возможностью Показать долгожданный фильм аудиториям Которые не могут пока ходить в кинотеатрах По всему миру И более того, это еще и повышает ценность подписки на Disney+, Сказал Чапик на финансовом отчете Ну, да, в его словах есть доля правды Но давайте теперь я вам поясню, что происходит на самом деле На самом деле происходят две вещи Помимо того, чтобы хоть что-то заработать Это, само собой разумеющееся Дисней пытается еще и А удовлетворить потребности киносетей По всему миру, которые открываются И начинают прессовать его Чтобы он вместе со всем остальным Голливудом Наконец начал выдавать контент И Б они прощупывают Насколько хорошо будет работать эта бизнес-модель Если вдруг они прикинут Можно ли перейти на нее полностью Ну, первый пункт более-менее говорит сам за себя Я думаю, сам Чапик сказал Это его прямая цитата Что на территориях, где Disney+, недоступен Там Мулан будет крутиться в кинотеатрах И это меня не может, если честно, не радовать Потому что, наконец, начинает возвращаться легкий контент для основного канала Я по нему уже скучал Но это ладно Гораздо больше интереса у меня вызывает второй вариант Потому что, я напоминаю Помимо цены за подписку Вам нужно будет заплатить еще и за прокат Это та самая система VOTA Которая я говорил Видео-он-демант Которая, по сути, является тем самым классическим видеопрокатом Помните, когда вы брали кассету, да, и потом возвращали Тут происходит то же самое То есть вы платите за билет И имеете право стримить фильм Либо один раз, либо какое-то ограниченное количество раз Там уже от сервиса зависит правило Единственная разница здесь заключается в том Что Disney решил воспользоваться своим собственным Disney+, А не какими-то сторонними сервисами Которые эту услугу предлагали Цены, которые они решили выставить 30 долларов Чтобы вы лучше понимали, что такое 30 долларов за прокат фильма Это очень много Помимо очевидной перспективы с какой-нибудь AAA-игрой Однокопия, которая стоит 60 долларов, да А тут вам один раз фильм покажут Чтобы вы еще лучше понимали перспективу За 30 долларов в стандартном кинотеатре В многих штатах США Можно было бы купить два билета И еще бы хватило мелочи на то, чтобы периферию какую-нибудь взять Там типа попкорна, да То есть предполагается, что вы будете смотреть этот фильм Как минимум в составе двух человек Как минимум, если вы смотрите его в составе одного человека Но вас буквально кидают на бабки Но в этом-то и прикол Диснею интересно посмотреть Как хорошо эта система будет продаваться Какое количество народа Семейного просмотра, да Мы все-таки понимаем, что если речь о Диснее То, скорее всего, они ориентируются именно на семейный просмотр По большей части их фильма будет смотреть Как минимум два человека Один родитель с одним ребенком Или, может быть, два родителя с двумя детьми И так далее и тому подобное Но, короче говоря, не один человек А все-таки больше основной ориентир у Диснея идет Им интересно посмотреть, насколько Будет активным спрос на такого рода товар И можно ли будет эту систему потом пихать Немножко дальше, конечно же Второй пункт, который постоянно упоминался В квартальном отчете Диснея Это Мандалорец Я напоминаю, Мандалорец был номинирован на 15 По-моему, Эмми Несколько из которых выиграл Все любят этот сериал Все любят малыша Йоду Все, естественно, ждут продолжения Это один из хедлайнеров всего Диснея Плюса Который должен будет потом продавать подписки Когда он выйдет Это один из главных релизов Я не помню, этого или следующего года Короче говоря, который ожидается Да, Дисней очень большую ставку на него делает Прикиньте себе такую ситуацию Что если Мулан сейчас себя финансово оправдает Что если люди проголосуют таки кошельком И будут активно покупать этот прокат И даже несмотря на то, что стриминг моментально Открывает окно для пиратства Но давайте мы пока в эту тему углубляться не будем Я про нее уже довольно много раз говорил Если эта система покажет себя успешной Настолько же успешной, насколько она была для Троллей 2 Которые сразу прям по этой системе Видео на демант вышли и собрали очень-очень хорошо Гораздо больше, чем Юниверсал рассчитывал Кто может остановить Дисней от того, чтобы не начать Распространять эту систему на другие будущие релизы Например, на Мандалорце сезон 2 Ну почему бы не брать за него, скажем, не знаю Там 10 долларов за то, чтобы получить доступ Ко всем 8 сериям Или сколько там во втором сезоне в итоге будет А что их остановит? Я имею ввиду, если народ заинтересован Если народу больше делать нечего Кинотеатры нормально не открываются А даже если открываются, то ходить с них все боятся Почему бы не взять дополнительно немножко бабла За второй сезон Мандалорца? А почему нет? Кто их остановит? Если вы хотите его посмотреть, то вы заплатите И огромное количество человек заплатит Я напоминаю, что культура потребления контента за деньги В Америке развита гораздо больше Потому что там люди на ней росли Это для нас с вами в ситуациях, когда с нас якобы пытаются Доить бабло, пиратство звучит как нормальная альтернатива Но для них гораздо меньше, ребят, гораздо меньше На данный момент, и я подчеркиваю, что на данный Дисней Расценивает эту меру, как вынужденную выпускать Такую крупную премьеру сразу на стриминге А после того, как пандемия закончится И кинотеатры откроются Они, конечно же, вернутся к старой системе Думают они сейчас Но если вдруг эта новая система действительно себя оправдает Так же хорошо, как она оправдала себя для Юниверсала То зачем тогда возвращаться к старой системе? Ведь она гораздо более выгодная для прокатчика Не нужно конкурировать с другими фильмами За места в кинотеатрах, за сеансы Это же здорово, я имею в виду Я часто об этом говорю, что стриминг открывает Невероятные возможности для прокатов Я уже много раз говорил это И сейчас повторю Помимо отсутствия необходимости куда-то ехать Стриминг также позволяет человеку гораздо меньше времени Тратить на периферию, на перемещение, на еду и так далее И тому подобное И больше времени тратить, собственно, на просмотр То есть за то время, что человек не потратил на путешествие в кино И потом из кино, и еще на то, чтобы в кафешке посидеть Он успеет посмотреть дополнительный фильм И таким образом гораздо больше потребления контента В итоге будет происходить Ну и, соответственно, гораздо больше прибыли прокатчикам То есть тут такая система, при которой как бы всем будет гораздо лучше житься Ну кроме киносетей, конечно, которые к чертовой матери обанкротятся Ну что ж ты будешь делать А вот о чем Дисней на своем финансовом отчете не упомянул Так это о грядущих массивных увольнениях Которые пока что еще не начались Но ожидать их будет разумно Про то, что будет твориться с кинопрокатом мы уже поговорили Но кинопрокат это не подразделение Диснея Да, кинотеатры им не принадлежат Они просто пихают туда свой продукт и собирают прибыль В то время как парки развлечений им наоборот принадлежат И угадайте что В парках развлечения работают люди Там работает много людей Эти люди жрут ресурсы Они жрут зарплаты, которые себя, судя по последним только что прочитанным цифрам Нихрена себя не оправдывают Что происходит с работниками среднего и низшего звена Когда их рабочие места себя не оправдывают Из-за того, что на товар недостаточно спроса Да, правильно, происходит массовое увольнение А человек в парках развлечения Которые, кстати говоря, половина из них до сих пор закрыты Между прочим, далеко не все Диснейленды по всему миру открыты Их там довольно много Даже Universal, у которого вклады гораздо более диверсифицированные И которые от недостатка посетителей в своих парках развлечений И потеряли гораздо меньше Диснея Даже они уже начинают прибегать к увольнениям Причем заметным таким увольнениям Вы можете себе только представить Каких масштабов эти увольнения достигнут у Диснея Почему они решили не упоминать об этом на финансовом отчете Помимо того, что это, конечно же, ударит по репутации компании И, скорее всего, ударило бы по акциям Хотя я имею в виду, если акции не падают после того, как компания терпит убытки в 5 миллиардов долларов То я уже не понимаю, как этот мир работает, наверное Они, скорее всего, просто не хотели вселять дополнительную панику в инвесторов Которые могли бы после таких заявлений о том, что огромное количество человек будет уволено Потихоньку начинать задумываться о том, что, может быть, стоит из этого дела выходить Может быть, стоит компанию продавать Может быть, еще какие-то сумасшедшие действия нужно делать Дисней пытается отсрочить свою смерть Ну ладно, может быть, смерть звучит немножко громко Когда они пытаются максимально подавить панику не только вовне, но и у самих себя Они пытаются до последнего притворяться, что ничего плохого не происходит Что все наладится, что мы выберемся из этой гигантской ямы Что наши гигантские вложения в интеллектуальные собственности И попытки выкупить весь долбанный Голливуд Они, может быть, были не настолько оправданы в конечном итоге Потому что весь этот карточный домик может настолько просто рухнуть И в итоге оказалось, что все эти вложения были, ну, они не то чтобы того стоили Имей в виду, это же классическая история Гигантская сверхсильная империя, которая за своим автожранным пузом Перестает видеть свои ноги в какой-то момент и теряет баланс Она думает, что она настолько большая и настолько сильная Настолько могущественная и богатая, что она просто не может пасть Но сколько примеров в истории было того, как гигантские империи Которые думали, что они не могут пасть, в итоге падали Из-за того, что они просто не в состоянии были утащить свой собственный вес Это буквально то, что сейчас с Диснеем происходит. Они не в состоянии утащить свой собственный вес из-за событий, которые находятся абсолютно вне их контроля и к которым они были абсолютно не готовы. Конечно, никто не мог предсказать, что вся медиаиндустрия окажется настолько сильно парализованная, но проблема Диснея в том, что он целиком и полностью вложился в эту медиаиндустрию. Он недостаточно сильно диверсифицирован, да, конечно. У него есть огромное количество других медийных аутлетов, которые прекрасно себя во время этой пандемии чувствуют. Помимо этого вот конкретного стриминга Дисней Плюс, у них также есть доля в Хулу, у них есть доля во многих других медийных там и IT-компаниях и предприятиях. Это все, конечно, очень хорошо, но основная доля их капитала заложена в предприятиях, которые внезапно оказалось просто не могут работать. Не потому, что люди туда не ходят, да, не потому, что бизнес прогорел, а потому, что обстоятельства, которые находятся вне их контроля, просто взяли и запретили им этим капиталом пользоваться. Потому что, да, мер непредсказуем, иногда получается вот и так. Никто не мог предсказать, что парки развлечений внезапно просто закроются. Но, тем не менее, это лишний раз нам напоминает о том, чтобы диверсифицировать свои усилия и диверсифицировать свои вложения, не только финансовые, но и временные. Это все-таки стоит делать всем нам, потому что никто не знает, что с тобой случится завтра. Надо меня уже начинать стримить на Твиче, потому что чем больше я об этом говорю, тем больше чувствую иронию. Это, если честно, не самое приятное ощущение, конечно. Надо будет озаботиться. Но, хей, если вы вдруг по какой-то непонятной для меня причине ожидали лайвэкшн ремейк Мулан, то у меня для вас были хорошие новости. На этом мои хорошие новости заканчиваются. Если вы любите слушать, как я говорю, про видеоигровые или невидеоигровые темы в течение энного количества времени, то в таком случае, может быть, вы захотите подписаться на этот канал и на мой основной канал, где я делаю контент, в который даже вкладываю какие-то усилия. Вы также можете поставить лайк или дизлайк к этому видео, можете оставить комментарий или несколько комментариев к этому видео, можете на Твиттер мой подписаться и спасибо вам, что вы тратите на меня время, мои дорогие ублюдки. Идите сюда. Субтитры сделал DimaTorzok